всем доброго времени суток всем привет с вами как всегда тело дезертир да и мы как всегда рады вас приветствовать у нас в гостях на этот раз мы подготовили обзор прошедший недавно громом по земле заключительной главы starcraft 2 именно legacy of the void или наследие пустоты если вам так угодно для тех кто не любит долго смотреть видео мы скажем вкратце и без спойлеров наше мнение если вы ярый фанат starcraft 2 то игра к ознакомлению обязательно если вы являетесь поклонником хороших стратегий то поспешите насладиться геймплеем он тут хорош вас интересуют драма и пафос в играх вам тоже сюда сама же игра от меня лично получает 9 из 10 как дань уважения 17-летней истории если воспринимать игру в целом она получилась отличный а вот разобрав ее по косточкам все становится уже не так уж и радужно и по этой причине в сравнении с прошлыми частями она оказалась намного хуже не заслужила намного меньшую оценку ну а теперь я выскажу свое краткое мнение тоже для лентяев ну фанатам игры starcraft конечно же обязательно проходить эту часть поскольку фанаты они все воспримут от близартов как вкусную большую монету конфету извиняюсь любители стратегии это вам тоже стоит обратить на starcraft внимание ибо близарды знаю толк их делать в пример вам приведу варкрафт встречи он огромен и очень интересен насколько там сюжетных заворотов и механики в игре пройдите кто еще не играл если же вы случайный прохожий проходите мимо ибо вам вначале нужно пройти предыдущие части и потом если они вас заинтересуют вы доберетесь до последней финальной общая моя оценка игры 7 из 10 почему спросите вы слушайте дальше обзор и он будет со спойлерами и от меня спойлеров не будет в своем видео я вас они их обязательно предупрежу разбежался тут со спойлерами ладно давайте уже переходить к самому обзору погнали первым мы разберем как всегда сюжет подачи сюжета как и всегда у blizzard отличная длинные синематики части из которых просто на и эпичнейшие все эти ролики пережаты для экономии места на диске и от этого очень пострадало их качество впрочем каждая заставка или диалог все больше раскрывает персонажей и дает нам кучу информации для размышления а мне как человеку любящему историю старкрафта это очень даже приятно проблема лишь нескольких диалогах они скрытые лишь самые усидчивые могут узнать абсолютно все вопрос сам же сюжет идет очень витиеват и закручена но при этом до ужаса прямолиней я не говорю что он плох он вполне в стиле протосов здесь присутствует море пафосности эпичности который славится эта раса но всю игру мы скачем как на американские горки от вау божественно до что это вообще сейчас такое было эти скачки в основном и портят общее впечатление от сюжета многие кстати жалуются на межмиссионные диалоги мол они долгие и нудные я с вами не совсем согласен ибо и вообще по-вашему протосы должны быть тоже касается старых персонажей типа кэрриган рейнера и зератулы естественно всех их мы вновь сможем лицезреть в игре что однозначно приятно но встречайте их за всю компанию нам удастся всего пару раз что уже как по мне слишком мало как-то так у меня по сюжету да ну что теперь моя очередь рассказать о сюжете сюжет на мой взгляд получился скучным взять к примеру сердце роя он там тоже не веселый после крылья свободы по сути наследие пустоты и сердце роя одно и то же собираешь всех в кучу и дерешься против единого зла хоть и хоть зерги экзотика какая-то было какие-то боссы перворожденные зерги разные персонажи загара дихака стуков адъютанты все они активные участники игры с ними там общаешься ими управляешь а тут только артанис со своим пафосом и своими пафосными речами если бы не аларакс один из персонажей со своим тонким юмором игра бы была очень скучной просто я когда трейлер увидел там тебе и валерина показали им это и рейнер и стукова я думал там какой-то союз будет со всеми играть будешь и болтать с ними узнавать больше про них и их участие в они с общим злом а на деле все оказалось очень скучным теперь же поговорим про миссии миссии были линейным никакого выбора в перелетах по разным планетам помните как было воли 4 планеты по три еще миссии в каждой из них а какие они были сложные я вообще про это молчу еще один минус это выбор юнитов их возможности да ну близзарды хоть и оживили старых юнитов такие как драгуны разорители улитки такие помните колоссы или как колосса у нас были корсары или перехватчики но все равно это что-то не то добавили их и в игру но они особой такой роли не сыграли приятно было видеть но не более а порадовало меня то что было много синематиков хоть и на движке игры и как ты уже заметил что они были пережаты просто я думаю может быть из-за того что графика у меня выставлена не на максимум поэтому я вижу пиксели оказывается нет они были вправду немного перри и жаты но в целом компания получилась же скучная для финальной части запросов могли бы сделать менее пафосной речи больше эпичности закрученного какого-нибудь сюжета и гибкости в миссиях и какого-нибудь больше разнообразия ну что ж теперь поговорим о геймплее послушаем твое мнение ну что ж да да действительно давай говорим о геймплее я думаю что пора бы уже к нему перейти не знаете сама игра как ее предшественники играется весьма приятно что и собственно и неудивительно ведь от прошлой версии она не так далеко ушла там же геймплей в игре не столь разнообразен как например том же воли о чем ты говорил собственно недавно нам дают простые задачи убить кого-то обороняться какое-то время или защищать конкретные точки на карте но это вовсе не означает что все задания одинаковые каждая миссия показывает некие нововведения главная база например которая передвигается между минеральными полями я лично такого не припомню огромная падающая на планету платформа такого вроде тоже не было ну или артефакт погружающий раз в некий сон и такое помнишь было что-то похожее они не помню и платформы передвигаешься помнишь допустим миссия воли где лава поднималась тоже на мой взгляд интересно но там все таки по другому сделать ну ладно хоть какая-то геймплей давай дальше ну да но знаете вот лично мне конечно же сам айур понравился и наш главный корабль копье адуна кстати он вносит новый геймплей в виде способностей которых не было например в прошлых частях и были герои либо что их заменявши в общем нам дают разное вооружение которое можно настраивать очень многими комбинациями но при этом обязывают как и в прошлых частях выполнять дополнительные миссии ибо без них не будет у нас и драгоценного соларита за счет собственно которого мы и апгрейдим наш корабль что еще печальнее фактически весь геймплей происходит на близких локациях колыбели зелнага и обидно даже не места а сами карты которые не особо ты различаются друг от друга да определенно есть карты которые сильно выделяются но их мало если прошлых частях летая по всей галактике окружение смотрелось красочно то сейчас в большинстве случаев пустынная сера но что приятно так это сложность некоторых миссий на эксперте заставят попотеть даже бывалых игроков впрочем как по мне между ветераном и бойцом не хватает одного уровня сложности ибо происходит слишком резкий скачок с очень легко до уровня и сейчас тебе задницу надерет так собственно по геймплею я немного добавлю от себя да хорошо что заметил про локации допустим в том же сердце роя они были настолько офигенные когда помнишь мы путешествовали как ты сказал тоже по всей галактике там были и джунгли и снега и какие-то платформы в общем было все гораздо красочнее чем здесь хоть мы и тоже до бегали по и наконец светом и так сказать сгоняли к этому храму ну что же давайте теперь мое мнение о геймплее в целом геймплей интересный и я конечно догадывался что будет какой-то корабль протаски где мы будем сидеть и все обсуждать за круглым столом как в предыдущих частях в крейсере или левиафани но я думал что это будет материнское ядро а не какое-то копьё в дуна ой адуна и слушай какой еще в дуна вообще-то адуна ты был легендарный воин которого чуть ли не полубогом считали а ты его так искорбляет не хорошо ладно все адуна и вправду адун тори даст там что-то говорят чтят наверно да избави нас адун как говорят темные комплиеры хорошо ладно не думайте что я буду сейчас хвалить геймплей он ужастен в этом плане они просто взяли крылья свободы и скопировали прошлой части сделав их не лучше а хуже ну да копьё адуна всякие плюсы плюсы к игре дает во время прохождения но порой эти способности даже не нужны так как юниты хорошо все убивают особенно там одни часовые чего только стоит я же ждал какие-нибудь миссии где можно управлять каким какой-то техникой или миссии где одними юнитами бродишь по ловушкам всяким миссии с керриган в храме не в счет где вы ходите с этим с артанисом убиваете я все-таки ожидал что надо напрягать мозг использовать какую-нибудь там сложную механику чтоб там близзарды все как-то перекрутили подкрутили даже в тех картах в hardstone механика игры в приключениях намного интереснее и красочнее помните в сердце роя все миссии с керриган ходишь и все разносишь а тут копьё адуна вместо героя и оно бесполезное насчет сложности в компании скажу только пару слов хотя и проходил на ветеране я не думаю что эксперт будет каким-то трудным ну за исключением пару последних трех миссий в целом как вы уже догадались геймплей не порадовал меня скучноват и уныл я думал будет намного много там какие-то сложности и каких-нибудь роботов много лазеров огромные передвиживающиеся скрещенные протасы в общем думаю что будет все это интересно и все будешь ходить сжигать разламывать на своем пути а тут копьё адуна опять и платформа на рельсах которые двигаются в какой-то одной миссии в общем плохо товарищи все плохо не понравился мне геймплей перейдем мультиплееру давай ты скажешь свое мнение да ну я так как человек который не особо разбирается в мультиплеере в плане лик и прочего да я лучше перейду из ладера в мирный мультиплеер как и выразился перейду в пве что же касается пве мультиплеер и мне он собственно нравится в целом но сейчас я вам о нем и поведаю blizzard решили внести новинку совместное веселье с друзьями в виде кооперативных миссий подача ведется через введенных героев за которых вы собственно и будете играть все командующие абсолютно разные геймплей за каждого меняется некоторые тут мясистых таких морпехов или собачек а иные управляют техникой и защитными сооружениями это определенно вносит новую струю развлечения в кооперативе копе с разнообразными картами все выглядит еще веселее если бы не одно но часть карты та из компании такое ощущение что blizzard было реально лень что-то придумывать они даже взяли задание из вола ну то что с поездами в общем как по мне недолго они над этим думали плюс ко всему все последующие герои наподобие каракса будут платными по мне уже походит на выцеливание денег за не столь интересный геймплей что же касается торгового ряда он не подвергся особым изменениям и в нем все также хорошо как и было раньше что собственно приятно также они ввели новый режим архонт в котором вы можете поиграть с другом и управлять всего одной базой также и развиваться вместе каждый может строить каждый может управлять армией это круто но если честно мне это напоминает микро и макро карту из торгового ряда а это уже некий плагиат ну да ладно в общем по мультиплееру у меня все перейдем белки я опять отступлюсь от сценария разве будут следующие платные герои да нифига себе плохая новость и в торговом ряде на близко не каком-то они говорили что они все-таки тоже хотят ввести платные карты от сторонних разработчиков создателей да помните цель на них когда некоторые люди матерились да ну давайте быстренько про мультиплеер от меня я много тоже говорить не буду ибо мультиплеер будут изменять патчами и допустим ваши любимые юниты могут превратиться в убогих страшнее когда дэвид ким захочет изменить механику как он быть юнита и сделает его вообще ненужным помните как это было в сердце роя с раевиком как его испортили не удивлюсь если дэвид ким скажет а давайте-ка мы новым юнитом лоркера уберем возможность закопки они будут выпускать свои лезвия в незакопанном состоянии чтобы мы не тратились на детекцию а допустим тираном мы сделаем чтобы освободитель и также новый юнит мог стрелять и по воздушным юнитом короче какую-нибудь билиберду сделают в общем все что касается мультиплеера зависит от дэвида кима когда у blizzard в теплице кое-что будет цвести а какие плюсы еще добавили мультиплеер это как уже дезертир говорил совместные режимы они очень хороши и тем что люди которые допустим купили игру ради компании они не прошли они узнали сюжет им как бы дальше делать нечего потому что они плохо себя ведут в пвп но зато они в боги в пве вот для них совместные режимы такие как архонт или же совместный режим где вы выбираете героя вы они там могут пуститься во все тяжкие то есть это дает какое-то второе дыхание игре и про нее не будут забывать люди в нее будут сыграть и наслаждаться вот как то так да в общем из нее сделали некое подобие диаблов которые вас еще пытаются как затягивать да и ачивки есть а ачивки то больная тема не надо было про это а в заключении мне хочется сказать что игра получилась собственно интересный со стороны сюжета так как раскрывала много историй лора но как по мне подкачала насыщенность явление мы можем увидеть не только у компании blizzard но и у всей игровой индустрии и киноиндустрии нашего времени выходом второго старкрафта сюжет развивался очень динамично хоть и наплевал на историю первой части эмоции тех героев но с каждой последующей частью эпичность компании угасала ибо видно что все старания blizzard не могли реализоваться в нечто грандиозное проще говоря мы ждали классное завершение 17-летней истории а получили то что получили да надеюсь вы поняли почему я оценил игру 7 из 10 и напишите в комментариях кто разделяет мою точку зрения что blizzard и поленились и запилили не совсем качественную концовку но это еще не полное мнение ибо скоро выйдет видео о полноценном дополнение в общем ладно друзья мы как и всегда ждем вашего мнения на этот счет в комментариях спасибо за просмотр и удачной игры пока пока пока